Пашиняна 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 Да, поскольку правильный вопрос Это максимальное расширение числа торговых путей и конкуренция По торговым тарифам и удобству перевозок Пока Китай представляет очень большое удобство перевозок И, собственно, поэтому коридор пользуется такой популярностью Или США Или, например, Армения Или Азербайджан Предложит какие-то другие тарифы и форматы перевозок Мне кажется чтобы дополнять, а не исключwhen Позиция России, в этом смысле, очень гибкая Позиция Азербайджана предсказать сложно, но я думаю, что строение торгового коридора и количество участников здесь вполне разумно. Более того, это будет хорошим таким дружеским шагом взаимодействия между Россией и Арменией, ну хотя бы в рамках многостороннего проекта. Технически для Армении самое выгодное это принимать и тот, и другой проект, потому что тем самым Армения вступает в противоречие ни с кем. Армения не обладает такой большой экономической мощью, чтобы, грубо говоря, делать ставку на одних и отрицать других. Наоборот, главная задача Армении это сделаться крупным транспортным хабом со всей удобной логистической инфраструктурой и с дешевым форматом обслуживания. И в этом смысле у Армении есть очень большой потенциал, потому что опыт логистических перевозок у Армении достаточный. Но здесь все зависит от гибкости армянских политиков, которые смогут провести многосторонние переговоры. Я думаю, что это самый правильный путь, но я не уверен, что сейчас на это я пойду, потому что давление на Армении стоит с другой стороны колоссальное. Ну, сегодня, конечно, та концепция, которую полагает США, мне кажется, может перевести в Армении. Хотя я считаю, что это не выгодно для Армении. Для Армении очень выгодно именно стать крупным региональным логистическим хабом. Но учитывая, просто скажем так, природные особенности Армении, учитывая недостаток природных ресурсов, ну, скажем, по сравнению с ближайшими странами, самая оптимальная модель всегда это становиться крупным логистическим хабом создания бондовых зон, то есть это многоуровневая система обслуживания грузов и в целом перевозок. И в этом смысле, если есть соответствующие эксперты в Армении, они без труда сделают при недорогом армянском труде, при хорошей локализации собственной территории Армении, они сделают такой перекресток. Но опять же, здесь нужна политическая воля. Почему России нужна Армения? Ну, мы уже имеем давнюю историю дружественного существования. Понимаете, есть как бы большие страны, которые разыгрывают мировую политику, да, и у этих странов есть союзники, партнеры, да, государства, которые не обладают той силой и мощностью, чтобы на сто процентов гарантировать самостоятельное существование суверенитет. Россия сейчас выступает с платформой многополярного мира вместе с Китаем, да, где вот этот суверенитет уважается, и никто, как говорится, в него не будет влазить и так далее. Не обязательно для того, чтобы Армения в современном, как говорится, координате существовала именно в составе России. Она может существовать как независимое государство, но входить в семью стран, которые исповедуют вот этот многополярный мир. Это нормальный, как говорится, конструктивный вектор развития. Когда она идет в другой мир, это полярный, где безопасность одного государства всегда обеспечивается смертью других или жертвой других государств. То это вот тот путь, от которого Россия пытается удержать Армения. Но пока не удается, по множествам причин. Россия, например, абсолютно не заинтересована в том, чтобы Армения как государство прекратила свое существование. Нам нужны добрые соседи по нашим границам. Добрые соседи, у которых все хорошо. И те самые добрые соседи, которые мы можем, если они согласятся, обеспечивать их безопасность. Но только как говорится не так, что у нас заключены договора, где нужно просто дать согласие. А не так, чтобы насильно спасали кого-то. Неправильно. А то есть реально действующие все. И все это работает. Но для этого нужна воля. Мы не можем насильно навязать вот эту повестку кому-либо. Если люди не желают, если и правительство не желает, ничего не делает для этого, то тут мы бессильны. Потому что если мы проявим силу, это будет немножко другое. Это будет недружественное, скажем так, взаимоотношение, которое подпадает под другую терминологию. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок